Страшный флаг. Это охотничья порода, не переживайте. Дратхард по кличке Юла ни минуты не сидит на месте. Ее хозяйка Екатерина Петрановская. Охотой занялась подача отца. Год назад они решили, что без помощника не обойтись и завели охотничью собаку. Наступает период ее обучения, так называемой притравки. И тут депутаты принимают закон о запрете на такие уроки. Это с двух сторон, например, две собаки лают или делают небольшие щитки за заднюю часть. Одна собака спереди, вторая сзади. Они его так окружают. То есть, если это будет происходить за ограждением, собаки просто не будут чувствовать угрозу, исходящую от зверя. Они не будут понимать его мощь. Почти 300-килограммовый кабан, медведь с когтями, с размером палец, да и вообще все пушные представители леса. В охоте на них четвероногие друзья, главные помощники. И обнаружив зверя, они задерживают его до прихода хозяина. Дождутся ли теперь собаки-охотника в полевых условиях? Девушка сомневается. При этом закон Госдумы принимают уже во второй раз. Первый вариант отклонил Совет Федерации. Своё мнение охотники высказали на митинге. Над законопроектом начала работу согласительная комиссия. И по её итогам депутаты приняли новую редакцию. Под все виды охоты Минприроды в ближайшее время, а это 181 день, они должны расписать регламент под все породы и под все виды охоты. То есть, если это медведь, он должен быть свои параметры, там, вольеров или загонов. Если это борзые собаки, понятно, что там немножко другие территории. Весь этот регламент будет расписан. Против любого вида притравки выступали зоозащитники. В новой редакции контакт животных, хоть и не запретили, но строго регламентировали. Сейчас взять, скажем, и как-то запретить испытывать собаку, это, конечно, абсолютно в куры неправильно. Потому что собаки – это помощники охотника. И в том плане, что они именно помогают, они не как-то там, это связано с какой-то травлей зверя и так далее. Это имя – помощь охотнику во время проведения охоты. По итогам работы над законопроектом о притравке, Совет Федерации нашел пробелы в законах и актах, касающихся охоты в целом. Верхняя палата уже предложила создать рабочую группу по этому вопросу. Слава Тухмадульной, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова